В общем, его не надо представлять. Евгений Потапов. Всем привет. Меня зовут Евгений Потапов. Я хочу рассказать о том, как можно попытаться построить у себя 24 на 7 центр поддержки сайта, серверов и так далее. Вообще, почему я про это рассказываю? Я генеральный директор компании Etisumma, и мы занимаемся поддержкой, круглосуточной технической поддержкой и системным администрированием веб-сайтов. Сейчас сайты, которые мы поддерживаем, посещаются около 100 миллионов уникальных посетителей, каждый день. У нас 50 человек в штате, головной офис в Иркутске и офисы в Санкт-Петербурге и Москве. На поддержке есть разные-разные ребята, есть большие технологические компании, есть небольшие магазины, есть большие магазины. Но и главная штука, с которой мы сталкиваемся, то, что там сейчас интернет уже плотно переплетен с оффлайном. У нас есть, например, на поддержке магазин, где если ломается их бэк-офис, то грузовики выстраиваются в очередь, не могут разъехаться, и во дворе случается большая-большая беда, пробка и доставка прекращается. У нас есть на поддержке магазин игрушек, где отец покупает ребенку товар, игрушку, они приходят за доставкой, если игрушки в итоге не оказываются на месте, если товар не проходит, то ребенок очень сильно расстраивается, а родители сильно ругаются. Почему вообще я про все это рассказываю? Я хочу рассказать о нашем опыте, о том, как мы, занимаясь вот этой поддержкой, занимаясь организацией 24 на 7 саппорта, выросли там от 3 до 50 человек. Сейчас мы получаем до 300 активных оповещений в час, у нас 70 активных чатов с клиентами в день, ну и ребята работают в 8-часовых сменах. Вообще исторически я хотел рассказать именно о том, как мы строили вот эту свою компанию, но понятно, что если с кем-то делиться полезной информацией, то это там не самый частый бизнес, не самый частый там в девопсе процесс, который нужно копировать. Зато очень многих людей есть задача поддерживать свой собственный сайт, свой собственный проект и хочется понимать, как это можно сделать так, чтобы не наступить на те грабли, на которые наступали уже другие там ребята. А поскольку мы прошли такой, скажем, гипертрофированный путь, поскольку мы поддерживаем разных клиентов, вот про эти самые грабли, про то, как на них можно наступить, как ты с ними сталкиваешься, на какие этапы в росте проекта возникают, когда это нужно, я и хочу рассказать. Мы собираем у себя всякие разные графики и, среди прочего, собираем количество оповещений в месяц, которые мы получали. Это, в принципе, довольно полезная штука, но в целом до поддержки, то есть там, когда вы начали мониторить, не просто можно мониторить вашу собственную систему, но можно мониторить еще и те показатели, которые вы собираете по своей системе. Вот у нас один из там ключевых и характерных графиков – это количество оповещений в месяц принятых, которые были действительно по серьезным авариям, которые мы получили. Первый этап – у вас небольшой проект, либо вы, ну, проект большой, но вы только что зарелизились, у вас есть команда людей, которая его разработала, они занимаются поддержкой, она занимается разработкой, они же получают смс-ки, что происходит в этот момент. О полноценной поддержке никто не задумывается. То есть вы запустились, вы думаете, сайт работает, вы замониторили запексом чем угодно, настроили алерты, алерты падают смс-ками, это смс-ки получают те же самые ребята, те, которые писали проект, они там получают, готовы работать. Команда эксплуатации – это команда разработчиков. То есть у вас нет каких-то выделенных сотрудников, которые занимаются поддержкой, у вас нет людей на 24 на 7, это те же самые программисты, может какой-то знакомый админ. Алерт приходит всем одновременно об авариях и приходит смс-ками. То есть кому-то приходит смс-ка, ночью он просыпается, смотрит, ого, все упало, пойду чинить. И еще одна характерная для этого периода штука – это то, что по сути по инцидентам нет базы знаний. Не потому, что ее там не собрали или допустили какие-то ошибки, а просто потому, что проект только что запустился и вам нет той истории, с которой вы могли бы понять, как нужно работать. Ну и еще классно, что есть очень простая коммуникация, есть несколько ребят, которые сделали проект, есть несколько программистов, они все отлично помнят, как они только что-то делали, как там срочно перед релизом надо что-то выложить, но они помнят, что было сделано, из-за чего могут возникнуть проблемы, а если даже проблемы возникают неизвестные, они могут их легко пофиксить. Но здесь начинаются уже и проблемы. Первая там большая проблема, с которой все сталкиваются, это то, когда количество алертов в продакшене увеличивается, становится непонятно, кто же ответственный. То есть в какой-то момент времени прилетает какая-нибудь очередная смс о том, что случилась страшная беда, она прилетает всем ребятам, которые должны отреагировать, но никто из них не взял ноутбук. Или там все в это время спали, спали так крепко после какого-то там нескольких дней работы или какого-то праздника, и никто не проснулся, пропустили. Другая проблема пропущенной аварии. Пропущенной аварии не в плане пропущенных алертов или пропущенных проблем, а в плане прям упавшего сайта в ситуации, которая не была замониторена вообще. То есть сайт упал, вам не пришли алерты, вы не знаете, что это случилось, возможно страницы сайта отвечали, но заказы на сайте не проходили, регистрации не проходили, пользователи не могли залогиниться. Нет знаний, как чинить аварии. То есть у вас авария приходит, вы понимаете, что сайт упал, что случились какие-то критические штуки, но поскольку у вас нет той самой базы знаний, вы не накопили информацию по тому, что и как чинить, вам приходится каждый раз от такого алерта разбираться, что происходит. Что можно на этом этапе порекомендовать? Первая штука, которую мы сразу не делали в 2009-2010 году, хотя бы самые простые правила назначения дежурных. То есть да, у вас есть несколько человек, которые получают сообщения, получают алерты, но должен быть кто-то один ответственный, кто хотя бы будет знать, что да, сейчас на меня все надеются, я должен ходить с ноутбуком. А если он ответственный и он там полетел в самолете в другой город, то он должен придать эту ответственность другим людям и сказать, что вот ребята, я сейчас не могу, теперь ответственный ты. По любым пропущенным авариям, когда не было мониторинга и мониторинг не сработал, а там сайт упал, бизнес-функции упали, нужно делать респективы и смотреть, как это случилось. Один мой знакомый говорит, что один косяк можно сделать всегда, но вот повторный косяк это уже разгильдяйство. То есть фактически мы можем из одной пропущенной аварии понять, что можно замониторить, ну как минимум, что можно замониторить так, чтобы этого не было, а в идеале, конечно, понять еще и что исправить, чтобы этого никогда не было. Естественно, начинаем создавать базу знаний. Очень хочется после каждой починки, после каждой ночной аварии немедленно забыть про все, обрадоваться, что все хорошо и речь спать, но правильно записать хотя бы в самых простых словах, что случилось, как это починили, что было причиной, чтобы потом, когда это случится, через несколько месяцев, если тьфу-тьфу-тьфу, это вдруг снова случится, иметь возможность починить. С ростом проекта у вас растет количество тех инцидентов, которые происходят. В какой-то момент вы понимаете, что количество алертов еще не такое, чтобы вы не могли спать, но количество алертов уже такое, что вот эти ребят-совместители, которые одновременно и программист, и там он и сервера ставит, и конфигурит, и на алерты реагирует, уже становится столько вот этой дополнительной работы, что вы не можете заниматься основной. Становится понятно, что нужно кого-то нанять. Проблем становится больше, ребята, которые занимаются поддержкой, начинают вставать, вы в итоге нанимаете какого-то выделенного сотрудника. Первая важная штука, в которую можно, большая-большая грабля, на которую можно наступить, это нужно понимать, что реагирование на алерты и системное администрирование, даже построение инфраструктуры, это очень разные компетенции. То есть человек может быть грамотным администратором, он может знать, как построить архитектуру, он может знать, как сделать все правильно, но когда прилетит алерт и нужно будет разобраться в течение очень короткого времени, чтобы сайт заработал, он, ну просто другая психология, он не сможет быстро отреагировать. То есть человек, которого вы нанимаете на такую должность, вы должны понимать, для чего вы нанимаете. Либо чтобы он строил инфраструктуру, долго думал и планировал всю эту штуковину, либо чтобы он был способен быстро-быстро прибежать, все починить там и потом уже как-то все зафиксировать. Сотрудник должен быть готов просыпаться по ночам. У нас с одним из первых работников было, ну по моей вине там большущее-большущее недопонимание, когда мы наняли человека на поддержку, мы наняли его при этом еще там с хорошими классными инфраструктурными зданиями, но при этом для меня было естественным, что человек должен получать алерты и по ночам реагировать, а у человека была, ну есть семья, ребенок, кошка, кот и небольшая квартира, ну действительно очень тяжело, если тебе приходится просыпаться, а потом тебе приходится еще и работать еще и днем. То есть нужно с человеком обязательно обговорить то, что вы от него ожидаете. Самая там другая большая грабль, на которую можно наступить, это когда вы привыкаете, что у вас этот человек есть, но он пока всего один. Вы загружаете старую команду какой-то работой или они наконец-то решили, что все классно, можно теперь отдохнуть, а сотрудник заболевает, сотрудник увольняется, сотрудник уходит и вот эта вся нагрузка, которая стала еще больше. Она ложится на старую команду и старая команда его выдержать в этом режиме уже не может. Итак, получается, рекомендация, сотрудник должен скорее уметь быстро находить решение, чем быть там грамотным сисадмином. Очень классно, если он одновременно и грамотный сисадмин и умеет находить решение, нужно понять, насколько он способен к этому переключению в режиме аварии, когда нужно вскочить, понять, что произошло, быстро починить, зафиксировать, как он это починил и работать дальше. Обсудите характер работы с ним и продумайте, как вы зарезервируете этого, как вы сделаете резервную копию этого системного администратора, этого человека, который будет реагировать. То есть если человек заболеет, что вы будете делать? Вы там подключите тех, тех и тех, и они знают, что их подключат, потому что нужно еще и с ними будет обговорить этот момент. Ну и готовьтесь нанимать больше людей, потому что проект растет и, соответственно, будет больше нагрузка. На лет все больше и больше и начинается такое состояние, когда регулярных задач становится очень много и один человек их уже не вывозит. Главный момент в чем? У вас, во-первых, много регулярных задач, человек должен работать днем, а во-вторых, у вас каждый день происходит большое-большое количество алертов. Если человек должен просыпаться раз в 3-4 дня от этих алертов, то это в принципе одно дело. Если у вас человек, занимаясь днем регулярными задачами по администрированию, по построению отказоустойчивости, просто постановке софта и конфигурированию, каждую ночь просыпается от того, что летят алерты, ситуация совсем другая. Он не захочет через какое-то время, он захочет спать, он захочет в отпуск, он захочет уволиться, чтобы все это прекратилось. Поддержка на данном этапе следующая может, конечно, спать. То есть человек, вы нанимаете трех человек, которые по очереди дежурят по ночам, человек может в эту ночь получить несколько алертов и остальное время он может спать. Возникают первые уже организационные сложности, потому что людей становится больше, нужно думать, как с ними быть. Проблемы. Архитектурные проблемы. То есть вы на этом этапе, скорее всего, еще не имеете возможности как-то все отрефакторить так, чтобы все было хорошо и очень много, поскольку количество аварий растет, вы пытаетесь заткнуть дыры. То есть вы понимаете, что прилетел очередной алерт, у вас уже не хватает времени на то, чтобы рассмотреть это внимательно, понять, как это случилось, исправить, чтобы этого не было. Вы просто фиксите и откладываете в сторону. Прилетает новый алерт, снова фиксите и откладываете в сторону. Поскольку проект в этот момент растет, то там от руководства прилетает куча задач, что сделайте вот это срочно, сделайте это вчера и так далее. Причем главная штука какая? Она прилетает с этим прочим программистам. Программисты разрабатывают какую-то новую штуку, которая нужна была бизнесу. Нет времени нормально протестировать, нет времени нормально посмотреть, как она будет работать с перформансом. Это все выкладывается и она начинает тупить и падать. Новая фича тупить и падать и так далее. То есть бизнес растет, а соответственно растут проблемы. Много знаний начинает храниться в голове у людей. Люди примерно помнят, как это все штуки фиксятся. Они что-то выкладывают в базу, но пытаются, все равно думают, что вот эта штука все равно очевидна, я не буду про нее писать. И каких-то формализаций процессов поддержки ее нет. То есть, ну типа, как ты чинишь? Ну я налетаю, фиксирую там все, что можно и дальше ухожу и все работает. Ну какие рекомендации могут быть? Акцент на стабилизации и формализации. То есть вы в первую очередь в этот момент должны выбрать себе время, чтобы стабилизировать архитектуру, стабилизировать ту конфигурацию, которая у вас есть и как-то сформулировать процесс поддержки. Будет такая авария, будем чинить так. Будет такая авария, будем начинить так. Нужно выбрать время для того, чтобы попробовать зафиксировать всю эту поддержку. Быстро научить админы нельзя. К вопросу о найме там трех человек. Очень многие люди считают, что можно, ну я так же считал, что можно нанять не сильно опытного админа и в боевой среде попытаться его научить. В чем проблема? Представьте себе, что у вас там служба поддержки, это очень похоже на реанимации в больнице, куда привозят больных. Если вы там, вы же не будете нанимать хирурга, который на больных попытается научиться, как правильно делать операции и спасать людей. Здесь примерно то же самое. То есть админ это человек, который там сумма всех его предыдущих граблей, всего его предыдущего опыта и в данном случае, к сожалению, с процессом обучения, в отличие, например, от разработки, очень сложно. Для этой группы админов уже делаем четкое расписание дежурств, устраиваем четкую эскалацию, когда там, если один человек не взял алерт, кому мы его передаем, если, типа, другой человек не взял алерт, мы его передаем руководству и так далее. Уже готовимся, это прям вот мы через это прошли с большим-большим трудом. Готовимся. На этом этапе уже стоит заниматься четкой постановкой задач и делать какие-то чек-листы по процедурам и так далее. То есть очень хочется сказать сотруднику, чтобы один админ сказал другому, слушай, ну поставь там эту штуку и все нормально будет. Или слушай, ну давай сделаем резерв. А в тот момент, когда он сказал, слушай, ну давай сделаем резерв, у него в голове было одно, пока он это передавал, оно перетранслировалось совсем в другую штуку и пока этот сигнал долетел в голову второго админа, он уже испортился, а в голове он еще интерпретировался в какой-то третий вариант и тот админ с какими-то ошибками мог сделать уже что-то совсем другое. Когда поддержки станет еще больше, когда станет еще больше проблем, определенные на более раннем этапе эти процессы, они помогут вам адаптироваться там. Вообще самая главная штука вот на этой трех команде из трех админов это то, что на типичном небольшом проекте есть шанс зафиксировать команду. Я знаю несколько проектов, которые там с большущей-большущей архитектурой, которые поддерживаются командой из трех человек. Утром был Саша Сербул из Битрикса, они поддерживают Битрикс24, насколько я помню, возможно что-то изменилось, но все это облачную штуковину они поддерживают втроем. То есть если у вас есть надежная система резервирования, вы знаете, как вы переключитесь из одного радиоцентра в другой в случае аварии, у вас есть хороший грамотный построенный мониторинг, вы знаете, как реагировать на аварии. В принципе трех человек может быть достаточно. То есть вы должны взять фокус на то, чтобы снизить количество вот этой беды, срочно вчера пожар, если у вас один проект о поддержке, если вы все нормально отладили, вы можете на этом этапе зафиксироваться с тремя людьми. Но бывает так, что там проект растет. Он растет сильно больше, там постоянно прекращаются какие-то проблемы, маркетинг, например, постоянно делает эксперименты. Это нормальный бизнес, но на большом-большом трафике, например, когда конкуренты очень активны, и они очень там развивают какие-то свои проекты, понятно, что изменений очень много. А много изменений, много аварий. А много аварий, админы перестают спать. Это относится к крупным проектам, как я сказал, или к бардаку. То есть крупный проект, у него просто от его большущей инфраструктуры, крупный разнонаправленный проект, у него много узлов системы, которые могут упасть, бардак. Ну, бардак в хорошем смысле бардак, не в самом плохом. Это постоянные какие-то изменения, постоянные эксперименты, которые могут случиться и которые приводят к алертам. На этом режиме уже становится понятно, что дежурному админу проще не спать, чем спать. Потому что он ложится спать, у него снова прилетает алерт, он снова ложится спать, у него снова прилетает алерт. Мы там в 2011 или 2012 году с коллегами моим, когда я еще принимал алерты, лежали вдвоем в гостиничном номере на конференции и просто по очереди пытались закрыть уши, чтобы не слышать алерты у второго человека. И раз в полчаса мы принимали друг у друга такие смены, пытаясь хоть немножко поспать. Соответственно, нужно что-то делать и люди пытаются, поскольку команда еще небольшая, люди пытаются ввести 12-часовые смены, два через два. У вас есть два человека на один день, два человека на два других дня, плюс, например, еще начальник, вам нужно минимум пятеро. Что нужно понять? Вот вся эта штука, на ней долго не прожить. Это физически тяжело. То есть все такое 12-часовая смена. У вас в сутках 24 часа, вы 12 часов дежурите. Если вы это делаете еще в офисе, вам нужно доехать до дома и там переночевать. Если вы находитесь в городе Москва, у вас еще дорога до дома занимает огромное время, вам уже не хватит даже 8 часов, чтобы поспать, чтобы вы проснувшись поймете, что нужно снова ехать на работу и снова дежурить 12 часов. Это прям одища. Так продержаться можно недолго, потому что в конце концов у людей есть семьи, дети и так далее. Это очень-очень агрессивный режим и нужно понимать, что долго на нем не протянуть. Режим агрессивный. У кого-то есть ночные смены по 12 часов. То есть если кто-то хочет… Мы так делали, мы так дежурили. Если кто-то хочет понять, что это такое, попробуйте не спать с 8 часов вечера до 8 часов утра, а потом, если у вас есть жена или там ребенок, кошка-собака, попытаться проспать с 8 часов утра до вечера. Вас все равно кто-то днем разбудит, вы не выспитесь днем, вы выходите на следующую смену уже не выспавшись и вам еще нужно с 8 часов вечера до 8 утра дежурить. Штука эта вся с поддержкой очень похожа на полеты самолета и по сути там риск человеческого фактора он огромен. У вас случилась авария, вам нужно очень быстро прийти и что-то сделать такое, чтобы больше не все работало. Вы вместо того, чтобы что-то исправить, можете что-то очень сломать и это сломанное может быть гораздо хуже, чем та авария, которая была до этого. Опять проблемы с расписанием и теперь они просто катастрофические. То есть если у вас до этого заболел человек и вы примерно могли это кому-то передать, то теперь если у вас заболел человек, то вы можете передать это только другому человеку, который болел, который работал только что в 12-часовых сменах. Он это не может нормально выдержать, он скорее всего опять будет еле-еле живой на дежурстве, он попытается уснуть, но уснуть у него не получится, потому что пролетают алерты, он либо пропустит алерты, либо случится человеческий фактор и так далее. Ну и соответственно все это выливается в очень высокую нагрузку на админа, которую трудно пережить. Людей должно быть больше, чем пятеро, это прям 100%, потому что иначе вы на первой же болезни встрянете и не будет понятно, что делать. Мы мониторим фактически нагрузку на человека. Мы в этот этап как раз начали мониторинги и не просто вот там количество алертов, которые были приняты, а сколько алертов приходит в час на человека, сколько серверов поддерживает человек, сколько времени проводит человек на сервере. Потому что если вдруг у вас график времени, сколько человек, сколько на данном сервере провели время резко увеличивается, значит можно попытаться обратить внимание на этот сервер, попытаться что-то исправить, но вдруг если исправив этот сервер, можно снизить количество проблем и там меньше оперативной реакции. Ну и главное контролируем перегорание людей, потому что перегореть они в этой ситуации очень быстро. Никто не хочет так работать. И самое главное, чтобы понять, когда вы это вдруг у себя сделали, этот этап должен быть переходным периодом, потому что никто не может так долго работать. Вам либо надо научиться очень быстро менять людей, которых вы нанимаете, а я уже сказал, что нужно при этом нанимать людей с опытом, либо вам надо придумать, как же сделать так, чтобы если вы считаете, что вы можете нанять много людей, то наймите людей для того, чтобы вести 8-часовые смены. 8-часовые смены, алертов еще больше, но у нас уже становится понятно, что человек в течение 8 часов рабочего дня уже может поработать нормально. Вам хватает людей, людей уже становится много, вам пора вводить серьезный менеджмент, у вас появляется какой-то бэк-офис для управления всей этой штукой, вы уже стабильно даете таски в тикетной системе, вы отслеживаете, что кто-то отчитывается, у вас появляется отчетность и так далее. Возникает куча проблем. Если до этого таких организационных проблем было мало, они были больше технические, вы пропускали алерты и так далее, здесь начинают уже очень сложно передаваться знания. Например, старые сотрудники знают, как и что сделать, а молодые, новые сотрудники считают, что молодые и так поймут. Очень много знаний передается. Ну там вот ты пойдешь, посмотришь конфиг и все станет ясно. А на самом деле, конечно, ясно ничего не становится, а поскольку я уже сказал, что все это похоже на работу хирурга, новый может пойти посмотреть конфиг и сделать все не так, и все станет еще хуже. Не хватает инструментов для того, чтобы организовать все это взаимодействие. То есть мы в этот момент стали очень активно заниматься разработкой своего бэк-офиса, чтобы смотреть, что, опять же, сколько алертов приходит по каждому серверу, как там это сравнивается с сезонностью, что можно сделать. Выстраивали какие-то внутренние процессы для того, чтобы если алерты растут, то это не просто там реакция фикс-передышка, реакция фикс-передышка, а чтобы вводились какие-то процессы по тому, как это можно фиксить глобально, чтобы больше не было. Огромный человеческий фактор. У вас много людей. Есть такая байка, что один человек косячит раз в 14 дней. Соответственно, если у вас становится больше 14 человек, то у вас кто-то косячит каждый день. Вместо того, чтобы у вас были раньше алерты регулярные, у вас еще каждый день может случиться какой-то человеческий косяк. Ну и классические проблемы роста. У вас появляется новая команда, она не знает, как жить со старой. Старая команда говорит, что кого-то понабрали и так далее. Пытаемся сделать поваленную регламентацию. Пытаемся выстроить процессы, чтобы вот того, когда типа зайди на серверах, посмотри конфиг, станет понятно, не было, чтобы было четко поставлено, как и что сделано. Вкладываем ресурсы в оптимизацию инструментов, какой-то бэк-офис, чтобы когда вдруг команда вырастет еще больше, вы понимали, что это все будет уже масштабироваться как отлаженный механизм, а не на каких-то кирпичиках стоять, которые могут развалиться. Я называл это борьба с самоуправством. В том плане, что должен быть уже вводиться какой-то нормальный менеджмент. То есть это не обязательно повальная бюрократия, но нормальный менеджмент, когда задача ставится, задача ставится конкретно, задача ставится понятно, ну как там, классическое это, что нужно сделать, когда это сделать и как можно проверить, что это сделано. Ну и главное, на такой команде с людьми надо разговаривать, потому что там, это у меня прям мега большая ошибка и беда всегда. То есть мне кажется, что все все понимают, все все знают. На самом деле там старички считают, что все испортилось, все стало плохо, набрали кого-то, набрали кучу проектов новых, в данном случае там, например, изменили архитектуру, а новые не понимают вообще, зачем мы сюда привели, что старые хотят и так далее. Ну то есть там классический менеджмент начинается. В нашем случае, ну и для очень-очень больших проектов возникает такая проблема. Это там одна из недавних граблей, на которые мы последних наступили и видели. У вас требует 8-часовых смены. У вас ребята дежурят, например, с 8 до 16, с 16 до 24 и с 24 до 8. Но при этом проект у вас стал такой большой, что вы в данном случае не можете допустить пропусков, аварий, никакой-то некорректной действии и так далее. Возвращаемся к 8-часовой смене. 8-часовая смена с 12 до 8 вечера, это все равно ночь. Человек приехал домой, человек лег спать, у него опять же семья, дети, подруга, жена, и так далее. Они все равно хотят внимания. Они будят человека, он не высыпается, следующая смена 12 часов ночи, он уже не бодрый, он уже устал, он может что-то пропустить. Мы в данном случае открыли дополнительные офисы в других таймзонах. От этого мы получили еще больше организационных проблем, потому что раньше у нас была команда одна, а теперь команд стало несколько. Ну и главная проблема в чем? В нашем случае все классно, мы в Иркутске, и мы открыли офис в Санкт-Петербурге. Если вы находитесь, ну у нас 5 часов разницы, поэтому дежурство с 12 ночи до 8 часов вечера стало дежурством с 7 часов вечера до 3 часов ночи. Это уже приемлемо. А если же вы находитесь в Москве и хотите открыть это где-то в другом регионе, то в регионах найти людей, конечно, сложновато. Ну там людей с опытом гораздо сложнее, чем в нашем случае. В крупных регионах, в нашем случае, другая проблема с тем, что гораздо выше конкуренция. То есть в Иркутске мы там очень классные, известные, платим больше среднего по рынку и можем нормально работать, а в Питере и Москве мы просто очередная еще компания, которая конкурирует с другими компаниями, конкурирует по зарплатам, ну и есть много-много проблем. Коммуникации, естественно, там жутко усложняются. У вас появилось два дополнительных офиса, в которых надо собирать, собирается новая команда, которая там, ну в центральном офисе есть какие-нибудь старички, которые работают по 7-8 лет. А в новом офисе только что вышли люди, которые не знают, ну как это все работает вообще. Сложность возникает с передачей культуры компании. Как я сказал, что, ну я не могу здесь посоветовать что-то с открытием региональных офисов, потому что я рассказываю там про свои грабли. И в данном случае мы открыли в развитом регионе, не знаю, насколько имеет смысл там, находясь в Москве, пытаться уйти в сторону временных зон Европы. Я слышал, что открывали, типа прям пытались во Владик перейти. Но тут опыта, к сожалению, у меня нет, может кто-то поделится. С точки зрения там передачи культуры компании, очень классно, это просто высадка десанта, когда в офис, который вы где-то открываете, приходят там на долгое время люди, которые знают, как все работало в центральном офисе. Ну и главное, на самом деле, я тут особо ничего не рекомендую, потому что мы это сделали все относительно недавно. И там мы собираемся наступить еще на очень-очень-очень много граблей перед тем, как мы это все сделаем нормально. Вот. Если потом посмотреть на все это вместе, то вот эта вот красненькая линия, это на самом деле не линия, а прямоугольник. Это та штука, которая, то количество алертов, которое было в начале. Там есть очень-очень много этапов. Я искренне надеюсь, что большинство людей остановится на этапе наняли троиха, отладит инфраструктуру так, чтобы, ну, просто больше не падало, люди спали, семьи были счастливы и все были рады. Назначайте сразу дежурных, документируйте, документируйте, прям все, что можно документировать. Нанимайте людей, ориентируясь на строительство устойчивость. Как можно чаще пытайтесь стабилизировать архитектуру. Обязательно сразу формализуйте расписание, потому что очень большая больная тема, кто будет отвечать за проблемы. Сразу избавляйтесь от знаний только в голове, потому что чем больше этих знаний накопится, тем больше и сложнее их будет вытащить, а какие-то еще и пропадут. 12-часовые смены – зло, прям вот, ну, их надо будет ввести, наверное, на какой-то этап. Если у вас финансово будет возможность ввести сразу 8-часовые смены, то не вводите 12-часовые смены, это просто одеща. Мониторьте нагрузку на саму техподдержку. Сколько на них там тикетов летит, сколько на них алертов летит. И поймите, что есть какая-то… Все равно будет момент, когда у людей будет недовольство. Это будет та цифра, на которую вы можете у себя в мониторинге техподдержки поставить алерт и, получив этот алерт, понять, что вот, типа, вы приближаетесь уже к тому моменту, когда люди будут недовольны, нужно как-то масштабироваться своей техподдержкой. Ну и там главное, там себе рекомендация. Очень много разговариваете с людьми, пытаетесь их понять. Вот. Вопросы? Евгений, спасибо за доклад. А вот такой вопрос. Когда вы выделяете поддержку от разработки, у вас хорошо решаются проблемы доставок, поддержки железа, операционных, виртуалок. А что насчет бизнес проблем? То есть, когда, ну, раньше эскалация проблемой занималась сама разработкой, сама их решала. А сейчас у вас саппорт имеет опасность сдвинуться в сторону такой секретарской работы. То есть, проблема, завели инцидент, отправили в разработку. Там вышла новая фича, они про нее не знают. Собственно, вопрос, как они узнают про фичи и где проходит грань эскалации, чтобы просто опять не была огромная очередь в разработку, да, по сути, тех же проблем, которые они раньше разгребали. Спасибо. Если я правильно понял, то, в общем, я для знакомых, которые спрашивают про то, как быть с бизнес штуками, рекомендую, что когда бизнес срочно попросил что-то с точки зрения разработки, эта штука должна быть поставлена, ну, там, разработчики вместе с бизнесом должны сказать, на какие там показатели бизнесовые эта штука аффектит. Вот как ночной дежурный узнает заранее о новой фиче продукции, чтобы при проблемах в ней он смог в ней разобраться. Поставленная фича должна сразу быть, ну, это идеальный мир, поставленная фича должна сразу поставляться с теми бизнес-метриками, которые нужно замониторить. То есть, условно говоря, мы добавили там какую-нибудь ротацию баннеров, пожалуйста, замониторить там, что, что на них кликает вообще, замониторить CTR на них и так далее. Ну, вот если мониторинг показывает проблему, упала система, девелоперов дергать, девелоперов. Ну, то есть, какие-то там ответственные девелоперы. То есть, ночью звонить разработчику. Ну, так делают, я не знаю, было время, когда там у нас вот эти были болезненные проблемы со сном, я вот здесь по хайлооду ходил к Яндексу, к Баду, к кому-то еще и спрашивал, а вы, типа, вот как вы избавляетесь от проблемы звонков разработчикам по ночам, а не как. Ну, то есть, мы звоним. Яндекс звонит, там, Баду звонит, потому что все равно есть кто-то конкретный, кто понимает, как это сделано. Естественно, что у админа есть какие-то, ну, там, не админ, это понятно, что это человек с бэкграундом все равно кодировочным. У него есть какие-то представления о том, как это сделано, но на каком-то этапе все равно приходится звонить. Мы, например, мы просим от программеров клиента там минимум, ну, идеально три телефона, кому можно позвонить по очереди, чтобы все равно позвонить. То есть, это вам 100% не избежать, мне кажется. Спасибо. Евгений. Такой вопрос. Вот у меня по слайду, можно назад вернуться? Еще. А, вот, вот, вперед. Вот. Соответственно, такой вопрос. Вы вначале сказали, что у вас 100 миллионов просмотров в сутки, так? 100 миллионов уников в сутки. Уников в сутки. Замечательно. Вот. Я смотрю на этот слайд, и меня больше всего пугает, что количество оповещений у вас растет все время. Да. То есть, оно как-то коррелирует с тенденцией, что у вас все больше уников становится, или у вас все просто больше и больше все падает? Оно коррелирует с количеством новых клиентов. А вот можно проследить, то есть у вас количество обращений прям вот равномерненькое, или все-таки как-то там вот другая корреляция? У нас, не знаю, у нас рост клиентов экспоненциальный. То есть там, ну и соответственно, мы здесь же видим там, клиент к нам не приходит без проблем. К сожалению, я бы очень хотел, чтобы к нам приходил клиент, который говорит, вы знаете, я сплю спокойно, я хотел бы дальше спать спокойно. К сожалению, клиент к нам приходит в ситуации, когда все уже очень плохо, прям совсем плохо чаще всего. Чаще всего это сейчас идут небольшие интернет-магазины, которые, ну, то есть он там, магазин платит за, аренду платит за охранное агентство, и вот он теперь понимает, что можно еще и админов каких-то найти, которые, ну, там, классно, что рынок формируется, у нас есть много друзей наших, которые тем же самым занимаются. И там, ну, там скорее всего полная беда на сайте. И вот с тем, что у нас приходит, не показывает, ну, ладно. Много магазинов связано то, что у нас много алертов. Ну, как бы это не, типа не один проект. Когда один проект, по идее, там, смотреть на график, он вот как-то вот так вот идет, оно выросло, потому что мы замониторили, и потом оно потихоньку спускается. Но поскольку у нас там еще, 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 оно вот так берется. Но в принципе это похоже на там какой-то бесконечный рост большого-большого проекта, которым сначала была там условно говоря какая-то одна, одно ядро, одно бизнес-функциональность, которая сначала активно развивалась, потом сделали у него спин-офф, развили там еще один проект, он тоже как собственный стартап развился и так далее, стало больше, больше, ну, с Яндексом можно сравнительно иметь. А вот вообще эти оповещения, это имеется в виду те инциденты, на которые гарантированно нужна реакция? Или это просто больше, что-то упало, но самопонимается? Это то, где нажали, где нажали, я принял. То есть реально алертов больше, то есть они те, которые проскакивают, уходят, в том смысле, что там просто там настроена довольно чувствительная у нас алертница, чтобы больше было ложных, лучше больше ложных срабатываний в нашем случае, чем пропущенные. Поэтому типа всех алертов в целом больше, а это именно те, которые нажали, я принял и посмотрели, что случилось. Спасибо большое. Здравствуйте, Евгений, меня зовут Андрей. У меня есть совершенно такой простой вопрос. Нам был классный тезис про то, что нужно как можно больше всего документировать, переносить знания из головы куда-то в более доступные всем ресурсы. И также был еще тезис про то, что нужно мониторить нагрузку на людей. И вот в связи с этим мне хочется узнать, а вы мониторите как-нибудь, как читается эта документация? Вот у меня есть, просто вот лично у меня есть некоторый опыт, когда системы, когда инциденты очень хорошо документировались, прям в систему мониторинга вставлялись ссылки, но как показала практика, на самом деле их все равно никто не читал. Ну смотрите, у нас это же грабли, поэтому я на них наступаю и там в какой-то мере мы пытаемся их исправить. Первая штука, которую мы попытались исправить, это то, что хоть в каком-то виде записать уже лучше, чем не записать вообще, ну это прям уже большой шаг. Второе, мы у тебя сделали чатик, там продакшн чатик, куда все-все важные штуки выкладываются, дальше манагеры проверяют, что все админы это хотя бы раз прочитали и поняли, что написано. Дальше тоже откладывается, понятно, что вещей значительно больше, но там как в школе, не знаю, зачем в вузе существует огромное количество дисциплин. Понятно, что человек в вузе не запомнит все эти штуки, но там когда ему нужно будет вспомнить, вспомнить, в какой учебник полезть. То есть главное, чтобы хотя бы, ну это на мой взгляд, понятно, что много улучшает, что в Вику мы пока не убеждаемся, что, ну нет того процесса, который проверить, что все прочитали документацию. Но в идеале, как мне кажется, идеальный процесс должен быть, чтобы хотя бы один раз человек проглядел, что написано, и после этого, когда там случится беда, шанс того, что он вспомнит про то, что надо пойти туда, увеличится там прям в разы, чем если он не будет этого делать никогда. Я думаю, что как-то так это должно быть организовано. Окей, спасибо. И у меня еще один короткий вопрос, он связан скорее с геораспределением офисов и дежурных администраторов. Как достигается эффект вовлечения? Ну то есть на самом деле есть понимание того, что если люди работают распределенно, то есть есть команды, которые как-то геораспределены, но это все равно команды какие-то. Одна команда в Москве, другая во Владивостоке, третья в Китае, в Исткосте, в Америке. Не имеет значения. Возникает некоторая проблема, что какая-то из этих географических точек, она, скажем так, мастер в нашей мастер-мастер базе. И кажется, что люди, которые живут в других часовых поясах и в более маленьких офисах, они не очень вовлечены. Ну у нас, нам повезло, что у нас, во-первых, люди классно там умеют, среди прочего, общаться там в этих же чатиках наших. То есть у нас люди, например, в офисе могут в чатике общаться и находиться за средними столами. Потому что админ все равно такое существо, девопс, которое там, у него другой склад ума. Есть люди, которым проще, например, поговорить, а многим админам проще там, они, конечно, могут разговаривать, как я, например, я много говорю иногда, но мне нормально и написать текстом. Второе у нас, в нашем случае как было, у нас в Питер хотел уехать зам начальника админов, он переехал, я поехал с ним, наш тихий директор поехал с ним, мы были там и какое-то время мы там тусовались, а в Москву сейчас я переехал. Ну как переехал, я три недели нахожусь здесь, неделю возвращаюсь домой, я живу в Иркутске. И так я делаю, буду делать там еще несколько месяцев. Окей, спасибо. Привет, Евгений. Игорь Цупко, мы знакомы. Спасибо за хороший доклад, актуально, классно. Можешь чуть поподробнее рассказать, то есть только чатик ты используешь какой-то или, я так понимаю, слэк, видимо, какой-то. И, соответственно, используешь ли какие-то вики или что-то. То есть все это документирование подробнее. Какие инструменты именно ты используешь для того, чтобы фиксировать, доносить и какие-то технические нюансы. Смотрите, в нашем случае вся поправка на то, что у нас очень-очень разная инфраструктура. То есть это не один проект, а много-много разных. Основная поддержка идет в оперативное, в чате. Это был скайп. Но, к сожалению, скайп не может выдерживать 70 активных чатов. Мы перевели в телеграм. Почему телеграм? Потому что оффлайновым манагерам, оффлайновым собственникам объяснить, что такое телеграм очень просто. Поставьте хотя бы на телефон, скажите телефонный номер. В сравнении со слаком установка гораздо легче. Почему круто телеграм? Потому что у нас там есть несколько бэк-офисных разработчиков, один из которых сишник. А телеграм написан на Qt и спокойно билдится в Mac, в Linux, в Windows. И мы, соответственно, у себя взяли уже такую штуку, что она смотрит по чатам техподдержки, если там написал последний клиент и 10 минут прошел с этого момента, и наши никто не написали, оно выделится красным. Мы во все чаты, мы сделали бот, но это бот из дистопного клиента. Мы оторвали GUI, мы взяли этот клиент, положили на сервак и мониторим количество сообщений в чатах раз в 10 минут. Это все не, ну там, отчасти для того, чтобы посмотреть, сколько сообщений генерирует клиент, отчасти, чтобы когда это количество сообщений генерируется, что это означает, что у него какая-то беда происходит, менеджерам стоит на это внимание. Плюс мы у себя сделали, что там запрос в чате нажать правую кнопку, сказать добавить в таски. И есть отдельный чатик, у которого есть прям добавленный чек-лист, где есть дела. И плюс долгие дела мы, я сейчас навлеку на себя беду, мы делаем в петриксовом корпортале. Где? В петриксовом корпортале. А именно какие-то документацию. Документация в конфлюенсе и плюс вот так же чатик. Конфлюенс, я не знаю, там некоторым ребятам она занимается. Читают? Да, кстати, я несколько раз… Это достаточно важный вопрос, читает или не читает Вику. Я видел, как ребята знают, что там вот это написано там и туда. Слава богу. Я извиняюсь, еще один маленький. А кто пишет? Ну то есть как бы должен быть какой-то ментор этого конфлюенса, да? Ну это типа те же самые бизнес-процессы и те же самые гравли, потому что мы когда-то очень сильно пропускали это. Случилась беда, пошел, сделал алерт, откомментировал в алерте, что нужно и более подробную штуку написал в документации. То есть пока что это тобой? По сути это не отдельный сотрудник. У нас отдельный сотрудник на бэкапы. У нас прямо… Я хотел тоже сделать такой догад, у нас прям высоконагруженный процесс это бэкапы внутри, потому что у нас столько разных серверов, что надо постоянно проверять, что они делаются и что из них можно восстановиться. У нас есть фуллтайм человек, который делает бэкапы, смотрит, что они работают, пытается из них восстановиться. Там просто ад. Спасибо.